В российской таможенной академии в рамках урока мужества прошла встреча с заместителем командира добровольческого батальона БАРС-3 Виктором Исаевым. Участник специальной военной операции рассказал о своем боевом пути и ответил на вопросы студентов и преподавателей. Значит, войну я встретил в Донецке. Когда наш президент объявил специальную военную операцию, мы привезли как раз в это время в Донецк гуманитарную помощь, и Донецк был под обстрел. Донецкие все знали и все ждали, что скоро бандеры пойдут в атаку. В добровольческий батальон Виктор Исаев вступил весной, принимал участие в боях на Херсонском направлении. Вместе с однополчанами зачищал Шервудский лес и село Богородичное, которое затем в течение трех месяцев пришлось оборонять. Для них вот этот Мариуполь – это была их Небрестская крепость. Это я вам говорю, это мы все понимали. Потому что первоначально мы должны были идти на Мариуполь, но там уже дела все эти завершились наши. Поэтому нас вот тогда на Изюм. И вот так я провоевал, в общем, на Изюм. Вместе со служивцами Исаев держал оборону освобожденных территорий рядом с Красным лиманом. На Луганщине под Кременной получил ранение в ногу. По словам Виктора Викторовича, война оставляет след не только на теле. Я острее стал чувствовать неправду. Острее стал чувствовать ложь, обман. Сейчас вернутся люди с обостренным чувством ответственности и с чувством правды. И вот я думаю, наше общество поменяется в лучшую сторону. Сейчас Виктор Исаев проходит реабилитацию в родных Люберцах. Большую часть времени проводят с семьей. Но в планах вернуться в батальон на защиту рубежей Отечества. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.